Наш любимый оппонент, священник Андрей Ткачев, порадовал нас очередным информационным поводом для скандального контента, когда выступал на парламентском слушании в Госдуме за поддержку закона о запрете пропаганды ЛГБТ. И поэтому мы продолжаем наш политическо-пофигистический контент. Мы же политические пофигисты. Грех не является частным делом человека. Мнение, что грех не является частным делом человека, это противоречит свободе вероисповедания. Потому что понятие, что есть грех, в каждой религии свое. Например, для мусульманина есть свинину – это грех, а для христианина не грех. Для христианина многоженство – это грех, а для мусульманина не грех. Для христианина изготавливать и почитать священные изображения – это предписание, а для мусульманина – это запрещено. Таким образом, то, что разрешено или даже предписано одной религией, является грехом для другой религии. Следовательно, ограничивать людей в чем-то на основании религиозных запретов может только государство, в котором религия стоит у власти. Такие государства есть. Правда, не христианские, а мусульманские. И в этих государствах законодательно запрещено то, что в исламе считается грехом. А в России религия по-прежнему отделена от государства и в Конституции прописана свобода вероисповедания. Так что фраза, батюшки, во-первых, антиконституционна. Во-вторых, требует проверки на экстремизм, так как содержит призыв к притеснению людей по религиозному принципу. Нам пофиг, мы не такой кринж слышали от священников. А кому не пофиг, пусть подают суд на Ткачева. А мне пофиг. Нам пофиг. Это первое, но не последнее высказывание в довольно короткой речи, за которое батюшку можно привлечь к ответственности, уголовной или административной. Но лично мы за свободу слова и отвечаем на его контент своим контентом. Оппонентов мы любим и уважаем. Точно. Даже когда с ними не согласны. В принципе, существует действие, которые можно назвать грехом, и про которые можно сказать, что они не являются личным делом грешащего, так как они могут нанести вред окружающим людям. Например, нарушение правил дорожного движения или нарушение правил техники безопасности на производстве. Но греховность именно в том, что это может нанести вред окружающим. Собственно, поэтому и не личное дело. А интимная жизнь, она же личная жизнь, специально так и называется, что это личное дело людей, которые этим занимаются добровольно и по взаимному согласию. Какой государственный орган и на каком основании уполномочен давать заключение о том, что человек нравственно сгнил? В древнем мире власть каждого мелкого феодала на своей территории абсолютно, и он сам решает, кто нравственно сгнил и смердит, и поступает с таким человеком, так как считает нужным, по своему феодальному праву. А у нас вообще-то не феодальный строй. У нас вообще-то правовое государство. У нас вообще-то конституция есть. И другие законы. Если этот Качев решил, что кто-то нравственно гнивой, и смердящий, и социально опасный, то это обычное оскорбление на почве личной неприязни. Между прочим, еще одно административно, а может даже уголовно наказуемое высказывание. Современный новый мир и порядок, новую орду с укулором, против которого Россия объявила войну. Пошло какое-то мракобесие и конспирология. Масонов и рептилоидов забыл упомянуть. Требует нового человека. Новый человек, актор новой всемирной истории, должен иметь новую этику. Это и есть вот эта садомская этика нового человека. Вавилонской блуднице нужно, чтобы человек был пуст умственно и грязен нравственно. Именно такой человек нужен вавилонской блуднице, поэтому все, что действует против... По-моему, здесь требуется уже не юридическая, а психиатрическая экспертиза. Священник явно не понимает, что он сейчас находится не у себя в храме, а вообще-то в Госдуме. И при разговоре о законодательстве светского государства не место религиозным и конспирологическим терминам. Или пусть объяснит юридически грамотно термин «новый мировой порядок» и вавилонская блудница. Все, что наполняет человека правильным контентом и все, что охраняет его нравственность. Какой государственный орган уполномочен определять, какой контент правильный, на каком основании? Какой государственный орган уполномочен определять, что нравственно, а что безнравственно? Вдруг контент самого Ткачева неправильный и безнравственный, а сам Ткачев нравственно сгнил и смердит. Но всем пофиг. А мне пофиг. Пусть сам Ткачев определит, почему он не такой, почему он не попадает под то, что надо запретить. И тот закон, который примет, надеюсь, Верховный Совет наш. Принятый закон ничего не означает. Неизвестно, как он будет применяться на практике и будет ли применяться. Можно законодательно запретить людям болеть и умирать, но от этого люди не будут здоровыми и бессмертными. Закон ничего не создает, он только регулирует отношения в обществе. Это как дорожные знаки. Если они правильные и стоят правильно, то они помогают дорожному движению и сокращают аварийность. Если дорожные знаки наставить кое-как, например, какой-нибудь неадекват, под предлогом безопасности детей, на каждом столбе повесить знак «Осторожно, дети», то такие знаки будут мешать дорожному движению. Будут водителей вводить в заблуждение, отвлекать. Аварий станет только больше. Детей пострадает больше. Потому что водители просто не будут понимать, где действительно осторожно дети, а где просто кто-то знак повесил такой. Воюющая война не прекращается. Когда закончится эта война, духовная война не прекратится. По-моему, здесь батюшка назвал спецоперацию России в Украине войной, что запрещено в России. За такое журналистов и политиков штрафуют и сажают. А священнику Андрею Ткачеву почему-то можно такое говорить. Он что, над государственными законами или он невменяемый? Если невменяемый, то кто его в Госдуму пустил? Если над законами, то это должно быть в Конституции прописано. Например, статья номер 666, дающая право священнику Андрею Ткачеву оскорблять людей, призывать к экстремизму и, ну, что он еще в России там напишет? Пусть такую законодательную инициативу выдвинет, а? Победу дает Бог. Дает никому попало, вернее. А тому, кто нравственно достоин принять победу. А по-моему, Бог дает победу той стране, которая более сильная, а не более нравственная. Если верить тому, что сказал батюшка, то получается, что фашистская Германия во Второй мировой войне была более нравственная, чем те страны, которые она захватила. Ведь Бог дает победу тем, кто нравственно достоин. Значит, фашисты были нравственно достойны победы, захватили почти всю Европу, пока их безбожные и безнравственные коммунисты не разбили. Так что еще одно противоправное высказывание батюшки оправдывает фашизм, считает его более нравственным, чем те, кого фашисты захватили. И за что воевать солдату, за что ему кровь проливать, за что превращаться в коллегу, за что оставаться на поле боя недвижимым? Ну и за что же воевать, батюшка? Вы, наверное, предлагаете солдатам воевать за то, чтобы где-то за границей закрыли клуб для людей нетрадиционной ориентации, а солдаты точно за это согласны воевать? По-моему, во все века главный стимул для военных – это самые разные материальные блага, которыми власть награждает этих военных за службу. По крайней мере, исторически замечено, что когда армия плохо снабжается материальными благами, она очень быстро теряет боеспособность. Когда военным не платят жалования, или платят мало, или как-то обижают военных, то военные могут перестать воевать или вообще перейти на сторону врага. Это исторические факты. Именно за тот библейский тип мышления. А библейский тип мышления – это что? Жить в пустыне, рабовладельческим строем и заниматься скотоводством? Или имеется в виду, что раз в каком-то месте Библии Бог велел уничтожить целый город с населением, то надо не смущаться, а творить геноцид и прочие военные преступления, прикрываясь Библией. Срочно требуется юридически грамотно объяснить, что такое библейский тип мышления. А то мы всегда думали, что Библия – это историческая и религиозная литература, и изучать ее надо в историческом и религиозном контексте. А оказывается, есть какой-то библейский тип мышления, о котором мы не знаем, богословское образование хотя имеем. За крепкую семью, за многодетные семьи, значит, за... А как вы представляете себе воевать за многодетные семьи? Разве наша страна оккупирована кем-то, кто запрещает рожать много детей? Я понимаю, в Библии есть сюжет, когда евреи были в подчинении у египтян, и египетский правитель велел акушеркам убивать новорожденных еврейских мальчиков. Вы где-то видите, что в нашей стране какие-то враги устраивают нечто подобное? А зачем за это воевать? Россия вроде пока еще суверенное государство, никем не оккупировано. Вот вы сейчас какой-то закон против ЛГБТ хотите принять. Так, может быть, лучше сразу примите закон, который запрещает супругам разводиться, запрещает супружеские измены, запрещает семейные ссоры, и обяжет заодно всех женщин родить не менее пяти детей. Можно еще обязать всех достигающих совершеннолетия сразу же вступать в брак, тогда тема блуда и ЛГБТ, само собой, отпадет. За нравственность христианскую, моноэтическую, скажем, да, за нравственность единобожия, поскольку наши братья здесь мусульмане, то скажем это так, в такой формулировке. Итак, вот типичный современный патриот предлагает за что-то воевать, убивать и умирать, и даже сформулировать не может, за что конкретно. А, за булочку и за трамвайчик надо воевать. Батюшка, вы что, фильм Зои не смотрели? Для кого столько денег на патриотические фильмы из бюджета потрачены? А воевать надо, потому что повестка из военкомата пришла, и какой-то мужик на Красной площади со сцены прокричал Гойда, что значит призыв к немедленному действию. А если не пойти воевать, то в тюрьму тогда. Вы что, новости не смотрите? Я, безусловно, как любой верующий человек, как любой христианин, а также как любой мусульманин. Вы не поверите, у этих верующих людей, христиан и мусульман, есть свои, в том числе, взаимоисключающие экономические и политические интересы, никак не связанные с религией. Как минимум все хотят жить, а желательно жить хорошо. А вы предлагаете воевать, убивать и умирать. А еще есть конфликт производительных сил и производственных отношений. Работодатели хотят меньше платить. Рабочие хотят больше получать за свой труд. Безусловно, считаю, что эта законодательная инициатива, превращенная в действующий закон, является победой. А я считаю, что эта инициатива, превращенная в закон, ничего не изменит. А я считаю, что эта инициатива имеет цель отвлечь общественное мнение от более важных для населения проблем, которые не связаны с религией или нравственностью, а связаны с материальным базисом, на котором держится любая идеологическая надстройка, в том числе религия и нравственность. Духовная война против лукавого. А по-моему, духовная война – это не какие-то законодательные или политические действия, а личная борьба со своими личными грехами и страстями в контексте религиозной христианской жизни. Разве не так по православному вероисповеданию? Мы благодарим батюшку за информационный повод для нашего контента и желаем ему много-много хайпа, пиара и прочих самых разных благ, социальных и материальных. Ради интереса дайте наше видео посмотреть. Батюшке отдают Качеву. Очень интересно, что он про нас скажет. Я подозреваю ему пофиг на нас и на наш контент. А мне пофиг. Ну, нам в принципе тоже пофиг на него и на его контент. А мне пофиг. А на этом все. До встречи в следующем видео.